Первые итоги снятия пенсионных излишков Спутник не даст тех результатов у людей старше 65, на которые рассчитывали Мироя Джекьянова пообщалась с американским экспертом Какие доводы в пользу вакцинации пожилых были озвучены И какими темпами идет ковид-иммунизация в Нью-Йорке Пришла пора пересчитаться, как пройдет перепись населения И в какие сроки, расскажем в выпуске Мадинал Молдина в студии новостей от Амикен Бизнес Сегодня 11 день, как идет снятие пенсионных излишков в Казахстане 50 тысяч вкладчиков Единого пенсионного фонда уже ждут перечисления денег на специальный счет Об этом сообщила сегодня председатель правления от Басыбанка Лязат Ибрагимова ИНПФ одобрил заявки на 216 миллиардов тенге Однако есть и те, кто получил отказ Подобные жалобы периодически всплывают в соцсетях С чем это связано, расскажет моя коллега Маржан Султунбаева Она на прямой связи, Маржан Добрый вечер, коллега Начну с рекомендаций от главы от Басыбанка Не торопитесь и принимайте решение взвешенно Такой фразой позвала Лязат Ибрагимова Вкладчиков, как говорится, придержать коней и не создавать пенсионный ажиотаж Цены на жилье созданы искусственно И по прогнозу Лязат Ибрагимовой В мае-юне стоимость квартир должна вернуться к состоянию прошлого года Люди хотят получить сейчас за свою квартиру на таком ажиотажном спросе Поддерживание цен от Басыбанка разрабатывают специальные контракты со столичными и алматинскими застройщиками В течение месяца обещают презентовать индустриальный проект, предусматривающий фиксированные цены на жилье К слову, по данным портала Крыша КЗ На конец января стоимость квадратного метра в Алматы составила почти 473 тысячи И 356 тысяч в Нур-Султане Мы будем заключать с ними долгосрочные оффтеки Ждите этих новостей в течение этого месяца Где на 2022, 2023 и 2024 год заявим о строительных проектах с фиксированной стоимостью Кроме того, глава пенсионного фонда ответила на волну негодований в соцсетях Вкладчики жаловались на необоснованные отказы И оказалось, что около 13% заявителей указывали сумму, превышающую их пенсионные излишки Другие повторно отправляли идентичные заявки И даже были те, кто не имея пенсионных накоплений в ЕМПФ пытались что-то оттуда снять Фидбэк на ответы из соцсетей пришел и от главы от Пасыбанка Необходимо внимательно следить за статусом своей заявки и отправлять свои пожелания Сейчас мы дорабатываем наш портал с учетом замечаний клиентов Первая, достаточно редко встречающаяся, но очень настойчивая просьба была Дать возможность редактировать цель заявки Также вкладчики просили рассмотреть возможность аннулирования заявки и переуступки родственнику Такую функцию председатель от Пасыбанка обещала внедрить в течение 10 дней Рассказала она и о целях с самым долгим путем к одобрению Это строительство дома и покупка земельного участка А те, кто планирует сделать ремонт квартиры в черновом варианте Должны обязательно уведомить об этом менеджера банка и прописать этот пункт в договоре С 1 февраля через 5 рабочих дней после получения заявок от Пасыбанка ЕНПФ начал производить выплаты Порядка 49 миллиардов тенге было передано от Пасыбанку на специальные счета 8,5 тысячи вкладчиков Процесс передачи пенсионных накоплений, превышающий порог достаточности, начался Радует, что такая быстрая обратная связь, когда государство оперативно анализирует и устраняет недочеты Спасибо большое, Маржан Но Единый национальный пенсионный фонд купил облигации британской компании AstraZeneca Которая сейчас производит антиковидную вакцину на территории Бельгии Об этом Атомикен Бизнес узнал при изучении структуры инвестиционного портфеля на сайте ЕНПФ Интересно, что пенсионный фонд приобрел ценные бумаги еще в 2013 году При этом закупать саму вакцину, за которую борются страны Евросоюза, Казахстан не торопится Что еще в инвестиционном портфеле ЕНПФ, об этом узнал мой коллега Диас Иркинов Со 135 миллионов до 409 миллионов тенге Именно так подорожали облигации компании AstraZeneca, которую купил ЕНПФ в 2013 году На сайте фонда приведена диаграмма структуры портфеля пенсионных активов И почти половина из них государственной ценной бумаги Это Министерство финансов и Национальный банк Казахстана Далее по объему идут ценные бумаги разных организаций Такие как банки второго уровня, а также квази-государственные компании Казахтелеком, Кегок, фонд Самрук Казана Накопление инвестировали и в Казагру Пенсионному фонду компания должна более 630 миллиардов тенге Председатель пенсионного фонда Жанат Курманов рассказал, что за эти инвестиции бояться не стоит Теперь остальные блоки инвестиций из наиболее крупных Это инвестиции в ценные бумаги квази-государственного сектора И подчеркиваю, несмотря на опасения, что эти инвестиции в квази-государственный сектор И могут быть достаточно рисковыми Тем не менее, по настоящий момент ни одного дефолта по исполнению обязательств Кемитетный квази-государственного сектора в настоящее время не было Мы также поговорили с финансистом Расулом Расмобетовым о том, как устроена система инвестиций В ЕНПФ идут взносы Эти деньги инвестируют в ценные бумаги Через определенное время в пенсионный фонд возвращаются средства вместе с процентами И далее идет выплата пенсии казахстанцам Но это при условии, что компании, куда инвестировали, имеют стабильный доход без каких-либо рисков При инвестициях пенсионного фонда в банки и в квази-государственные секторы Конечно, определенный не прямо пузырь, но высокие риски Казагру инвестируют в сельское хозяйство и извлекают из этого прибыль Тем не менее, накопленный убыток у Казагру тоже очень большой Поэтому здесь есть определенные вопросы к инвестированию в эти компании Также, допустим, если в Казахтелеком, если в какие-то стабильные компании вкладываются На этих инвестициях, да, пенсионный фонд зарабатывает деньги Атамикен Бизнес направил запрос в ЕНПФ на предмет возможных изменений В подходе к инвестированию наших с вами пенсионных накоплений И ответ на этот вопрос мы будем ждать не только из-за профессионального интереса Дед Сиркинов, Атамикен Бизнес Небывалая метель, которая внезапно накрыла Нью-Йорк 40-сантиметровым слоем снега Спутала все графики вакцинации в мегаполисе Многие прививочные пункты закрыты из-за ЧП на дорогах Большого Яблока Внезапный подарок природы – еще один вызов масштабной вакцинации нью-йоркцев О других расскажет моя коллега Мируэджикиянова После регистрации в США вакцин Pfizer и Moderna Среди первых прививку получили медики, но не все Врач и аниматолог из Нью-Йорка Евгений Пинелис рассказал нам Что медсестры и другие коллеги среднего и младшего звена От заветного укола отказались Тем не менее, в целом по городу желающих получить прививку около 60% Однако темпы иммунизации снижают резерв второй дозы Для уже привитых первым уколом, общий дефицит вакцин по миру И даже неожиданные подарки природы Мегаполис буквально завалила снегом В Нью-Йорке вот за полтора месяца вакцинировано только 5% населения Что, конечно, никуда не годится Люди пытаются записываться и, в общем, мест нет Они вынуждены стоять в каких-то огромных листах ожидания Та же картина в Нью-Джерси, в соседнем с нами штате Где вот сейчас люди записываются на апрель-май Между тем, процесс иммунизации неоднородный Из трех сотен тысяч резидентов, получивших первую дозу Около 40-80% белое население По 15% латиноамериканцы и азиаты И только 11% афроамериканцы Последние, отмечу, составляют четверть всех резидентов Нью-Йорка Власти города причинами называют неполную статистику И нежелание прививаться Параллельно обещая открыть больше прививочных пунктов Традиционно афроамериканских районов города Броклине и Бронксе Но если в Нью-Йорке прививают людей старше 65 лет То в Казахстане обратная ситуация Пенсионеры и престарелые из фокус-группы выпали Причина в недостатке исследований спутника АВИ на пожилых волонтерах Считает Евгений Есть опасения, что спутник не даст тех результатов у людей старше 65 лет На которые рассчитывали И в общем, как вариант программы вакцинации Может быть создавать большую иммунную простойку Большую простойку вакцинированных Среди наиболее активной группы Я думаю, что и в Казахстане, как и в России После нескольких месяцев вакцинации Разрешат использовать вакцину и для людей старше 65 лет Насколько быстро и качественно проведут иммунизацию в Казахстане Зависит от производства российского спутника И казахстанской прививки Касковидин Ожидается, что отечественный препарат будет готов к выпуску через месяц Руэржик Янова, Атамикен Бизнес Сейчас статистика по коронавирусу В Казахстане обновилась карта по зонам распространения ковида По данным Национального центра общественного здравоохранения В красной зоне находятся Североказахстанская, Акмолинская, Павладарская и Западноказахстанская области Как видно на графике, в зеленую перешли сразу 7 регионов и город Алматы На сегодня общее количество заболевших превышает 189 тысяч человек За минувшие сутки зарегистрирован 1161 новый случай заболевания Это почти на сотню меньше, чем днем ранее То есть можно говорить о небольшом снижении темпов распространения Однако в Павладарской и Акмолинской областях все еще сохраняются высокие показатели 238 и 195 случаев соответственно Данные в разрезе регионов вы сейчас видите на своих экранах Казахстанцы, привитые от коронавируса, все-таки будут иметь QR-коды с информацией об индивидуальном иммунном статусе Он будет доступен в приложении АШЭК Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой Сама инициатива вызвала накануне негодование в сети Однако представители бизнеса за этот проект Потому как он дает им возможность работать в карантинный период Мнение сторон собрали наши корреспонденты Владелец спа-салонов Марат Жилхайдаров тестирует в приложении АШЭК больше недели За это время около 100 посетителей проверили свой медицинский статус через QR Люди с красным и желтым уровнем не приходили, признается он По словам Марата, благодаря приложению бизнес может работать и в выходные, несмотря на постановление санврача Благодаря платформе у нас есть возможность работать Это самый главный плюс Мы запускаем только тех, кто зарегистрирован Люди реагируют по-разному Бывают и те, кто противится и просто уходит Проект разработан бесплатно отечественными IT-компаниями И он полностью нацелен на помощь бизнеса в карантин Сообщил нашему каналу вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Это те организации, которые в карантинный период ограничены в работе И с помощью данного механизма могут создать благоприятные условия для граждан, для своего бизнеса, для своего персонала И таким образом предоставлять услуги и сервис Сейчас этот проект находится в пилотном режиме По итогам будет сбор предложений и замечаний по данному проекту И вынес вопросы на международную комиссию для того, чтобы решить дальнейшую судьбу проекта Между тем, только в App Store это приложение вызвало шквал негодования Десятки негативных отзывов и рейтинг в полторы звезды Нарушает права человека данные Конституции РК Дискриминация по признаку вакцинации Я не могу ввести код регистрации А в фитнес-центре меня уже не пропускают без этого приложения Как всегда, сначала делают в попыхах, а люди страдают от некомпетентности разработчиков Самое глупое приложение, нарушающее права человека, которое можно было придумать К слову, в Министерстве цифрового развития и в Нацпалате предпринимателей подчеркнули, что к использованию этого мобильного приложения ни бизнес, ни население принуждать не будут Если лицо само согласно на распространение, его персональный дает на это согласие И дает свое согласие на то, что может быть ограничено в дальнейшем в правах своих потребительских, то да Но, насколько мы понимаем, общий уровень юридического образования наших граждан вызовет многочисленные споры в последующем Само приложение при запуске не требует никакого пользовательского соглашения и зарегистрироваться в нем можно в два счета Но вот самое интересное в том, что сам пользователь не может проверить собственный медицинский статус А вот третьему лицу это вполне доступно Мульдар Абдуалеева, Маржан Султумбаева, Виктор Джикирис, Атамикен Бизнес К другим темам перепись населения в Казахстане проведут двумя способами С помощью интернет-опроса и по старинке сплошным обходом О деталях мероприятия рассказал сегодня председатель агентства по стратегическому планированию и реформам Хайрат Килимбетов В этом году внедряются современные технологии и автоматизация процесса Интернет-опрос можно будет пройти на специализированном сайте санак.gov.kz Виртуальный помощник даст возможность респондентам вне зависимости от местонахождения самостоятельно заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи Ну а те, кто это сделать не смог, дадут свои данные по месту жительства Сплошной подомовой обход пройдет с соблюдением необходимых санитарных норм, добавил Хайрат Килимбетов Нововведением является использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном обходе которые потом будут переданы в школы в соответствующих регионах Подомовой обход будет проходить период с 1 по 30 октября Напомним, согласно прошлогодним данным, общая численность населения Казахстана 18 миллионов 800 тысяч человек Республика занимает 64 место в списке стран по численности населения Последние 20 лет число сограждан растет Существенный спад рождаемости можно было наблюдать с 1994 по 2001 Когда цифра упала почти с 17 миллионов до 15 И смотрите далее в выпуске Простой на границе с Китаем рушит контракты и бизнес-связи В НПП Атамикен нашли выход из ситуации Какой? Расскажем Негуманные методы руководства Вырванный клок волос, разбитые очки И все в присутствии проверяющих из антикоррупционной службы Подробности скандала в одном из детских садов Караганды у Веры Шеллер И чем закончится суд над Навальным? Сколько запросили обвинители? Сколько дадут в итоге последние новости онлайн-заседания к концу выпуска? Очередные миллиардные нарушения выявили в реализации госпрограмм в Казахстане На этот раз на 7,2 миллиарда тенге Было устранено 20 тысяч фактов неэффективного использования средств В том числе в рамках дорожной карты занятости Об этом заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев Не секрет, что эффективное создание рабочих мест уже привычная практика в последние годы Потому министр отметил, что будет обеспечен прием сведений Об открытых рабочих местах и трудоустроенных гражданах С Министерством труда и социальной защиты населения в электронном виде Также принимаются комплексные меры по упрощению и смягчению налогового администрирования Которое включает в себя внедрение системы прослеживаемости товаров Сопроводительных накладных на товары и электронных пломб Это обеспечит прозрачность реализации между контрагентами Также планируется внедрение блокчейн-технологии в администрирование НДС Что существенно снизит риски уклонения от уплаты налогов И сократит сделки по обналичиванию Стартовал пилот по горизонтальному мониторингу крупного бизнеса Основанный на дистанционном взаимодействии Наряду с этим объединены налоги на имущество и землю физических лиц Уплата будет единым платежом Чиновники комитета по госматрезервам Казахстана Осуждены по делу о растрате имущества на 6,5 млрд тенге 1 февраля Алмалинский районный суд вынес приговор 22 фигурантам дела В числе обвиняемых также были предприниматели По материалам дела они занимались поставкой продуктов питания Всех экс-чиновников лишили званий и государственных наград А также пожизненного права занимать должности на госслужбе Руководитель управления госзакупа, комитета по госматрезервам Руководители госпредприятий, а также 16 предпринимателей Получили по 8 лет лишения свободы Это государственный материальный резерв, который занимается именно теми вопросами питания Здесь был, получается, ущерб в размере 6,5 млрд тенге Было именно по питанию Спасательно закупал консервы, мясная продукция, в том числе масло и так далее Которое было некачественным И госматрезерв закупал продукцию, которая является некачественной Тем самым они совершили растрату небюджетных средств В Шемкенте дети с диагнозом эпилепсия могут остаться без лекарств Дело в том, что жизненно важные препараты не попали в список зарегистрированных на территории Казахстана Как теперь быть и где искать нужные таблетки, родные не знают В сложной ситуации оказались и десятки семей Которым вместо уже привычных оригинальных препаратов предлагают женерики Марина Низовкина выясняла, есть ли выход из ситуации Девятилетнего сына и 16-летнюю дочку Индира Махатова стараются не выпускать из поля зрения У обоих эпилепсия Если не давать вовремя препарат, то вернутся в судороги два раза в сутки Остановить их удалось при помощи препарата Кепра Сейчас в шумкентских поликлиниках его не найти А потому приходится искать его в аптеках и покупать за свои деньги Бесплатно семье предлагают дженерик Нам аналог дают, но я знаю своего ребенка, опять будут ухудшения Я уже пять лет не могу добиться именно Кепры Поэтому покупаем сами, заказываем за два месяца Одна упаковка стоит 10 тысяч тенге Ее хватает на 10 дней одному ребенку У меня их двое В шумкенте на диспансерном учете состоят 2295 детей с эпилепсией Для некоторых из них жизненно важными препаратами являются те Которые каким-то образом вообще не попали в список зарегистрированных в Казахстане У сына Елены Конько редкий вид эпилепсии с синдромом Драве Поддержать состояние подростка могут только два препарата Но они теперь в числе дефицитных С октября, получается, 2020 года их исключили почему-то Мало того, что исключили Именно препараты исключили, а болезнь осталась То есть болезнь осталась, а лечить ее нечем Он лечит именно только конкретную вот эту болезнь Болезнь тоже редкая Стоит 360 евро упаковка Таких упаковок моему сыну нужно 5 штук на месяц Это 1800 евро То есть это вообще кошмарная сумма, которую даже не с чем не сравнить А препараты эти противоэпилептические нужно принимать постоянно Родители таких пациентов выбивали у Министерства здравоохранения этот препарат 2,5 года В прошлом году наконец-то лекарства включили в список бесплатных И семьи его получали А вот где теперь его искать родные не представляют Такие пациенты за бортом не останутся Обещают в городском управлении здравоохранения Конечно мы защищаем, пишем письма, что этот препарат не прошел Где-то что-то помогает, где-то нет Где-то местный маслехат помогает Если республиканское обеспечение не получается Тогда мы это решаем на местном уровне Или даже находим спонсоров и его покупаем С дженериками и оригинальными препаратами для лечения эпилепсии все сложнее Местные управления здравоохранения при формировании необходимого объема лекарств Могут указывать только международное название препарата А уже какой закупит СК-формация, только она и знает Врачи убеждают родителей в том, что дженериков опасаться не стоит Но родители, которые годами наблюдают за состоянием своих детей Предпочитают копить деньги и покупать те лекарства Которые не ухудшают состояние их дочерей и сыновей Марина Низовкина, Виталий Заянтинов, Атамикен Бизнес, Шимкент Казахстанской стороной достигнута договоренность с Китаем О возобновлении приемов грузов крытых вагонок до 800 единиц в день с 1 февраля Несмотря на продленные карантинные меры на границе, Поднебесная примет экстренные меры Чтобы ускорить пропуск грузовых поездов из нашей страны и их разгрузку Теперь дезинфекцию и обработку вагонов будут делать не на китайской стороне, а у нас Можно ли утверждать, что лед тронулся, учитывая, что к этому моменту на границе Продолжают стоять больше 8 тысяч авто и столько же вагонов Сотни из них с товаром, в том числе продовольственным, а значит имеющим срок годности В палате предпринимателей ситуацию комментируют следующим образом По предварительным оценкам, если в течение месяца-полтора эта ситуация не выровнится Мы просто потеряем скоропорту еще продукцию на границе Это в основном сельхозпродукция, которая имеет свойства, скажем, скоропорта И если ситуация не выровнится, мы просто потеряем эту стоимость Это порядка 15-18 миллиардов тенге Это только стоимость самой продукции без обязательств Несмотря на то, что нацпалата предпринимателей Атамикен добилась от Мининдустрии признать ситуацию на границе форс-мажором, пока о компенсации речи не идет А значит у бизнесменов нет гарантий на возмещение убытков На фоне таких новостей крупнейшему в Казахстане сельскохозяйственному производственному кооперативу Ертис Агра пришлось отказаться от контракта на 1 миллион долларов Согласно договоренностям с китайской стороной, по владарской аграрии должны были поставить под небесную 2500 тонны льна и подсолнечника Однако только за прошедший год вагоны с зерном дважды застревали на государственной границе Сельхозпроизводители едва не получили 10% штрафы от китайской стороны за неисполнение контрактов В итоге, после двух с половиной месяцев раздумий, социально-предпринимательская корпорация приняла решение отказаться от ранее достигнутых договоренностей Замечу, что в СПК Ертис Агра входит 39 крестьянских хозяйств при Ертисе Очередной громкий скандал произошел в одном из дошкольных учреждений Караганды Сотрудники детского сада Балауса обвиняют директора в вымогательстве и даже избиении персонала Заявление уже направлено в антикоррупционную службу и правление образования Подробности драки изучают сотрудники полиции Вера Шеллер, расскажет детали Вот я пошла, вот смотрите Вот, она хватает Хватает меня, на волосы, смотрите Ой, смотри, как она бьет Женщина на этих кадрах, которые таскают за волосы за вход с детского сада Жанна Жунусова Она рассказывает, все произошло за считанные секунды Методист пыталась оттащить директора Причем все это происходило в присутствии сотрудника антикоррупционной службы Который пришел в дошкольное учреждение по жалобе персонала в вымогательстве Получается, открываю дверь и сзади она на меня накинулась, просто накинулась Хватает меня за волосы, у меня еще здесь заколка была И вот так вот руками, своей правой рукой она начинает меня там в этом тамбуре вот так делать Я ударилась об косяк с этой стороны, я кричу, помогите Жанна Мухтарканна пришла, у нее очки все разбитые Она их растоптала ногами, прямо видно было в окно, как она на улице растоптала Потом, значит, волос, клок вырвала у Жанны Мухтарканны Такой крик, это же руководитель, это разве допустимо такое? По словам сотрудников детского сада, директор пришла в ярость после того, как персонал написал на нее заявление в антикоррупционную службу Тогда и началась драка На другом видео директор пытается вытолкать сотрудника Камнем преткновения работники называют новогоднюю премию, которую получил техперсонал По их словам, руководитель детского сада требовала занести деньги ей в кабинет Стала вымогать, заходить на кухню и говорить, что получила я премию Я говорю, да, я получила премию Она говорит, надо ее занести Я говорю, куда занести, кому? Она говорит, мне Директор детского сада, между тем, все отрицает Более того, у нее оказалась своя версия конфликта Зухрака Стаева на должность была назначена в ноябре прошлого года И приступив к обязанностям, она якобы выявила в детском саду 7 мертвых душ Правда, заявление об этом подала только 16 января, то есть после конфликта со своими работниками Когда стали выяснять и смотреть по табелю По табелю проходят два повара, проходит кух-работник А фактически этих людей нет То есть я выясняю, выявляю мертвые души Мертвые души являются близкими родственниками методиста Бекижановой Бухгалтера Канебетовой и завхоза Сейчас идет следствие Сейчас директор сада находится на больничном по всем обращениям в управлении образования И антикоррупционной службе начато расследование Этими комиссиями рассматриваются все факты, которые указаны в обращениях И после окончания проверки будут приняты соответствующие меры В отношении тех лиц, которые допустили нарушение Есть определенные конфликты интересов Когда получается завхоз трудоустроил непосредственно в своем подчинении дочь и родственницу, сестру А в жалобе описывается то, что даже эти трудоустроенные лица Еще несколько человек Они на самом деле не посещали рабочие места Вместо них получали зарплату другие лица Все документы по этому делу также переданы и сотрудникам полиции Напомним, что в шахтерской столице это уже не первый подобный случай Несколько месяцев назад с громким скандалом уволилась директор другого детского сада Там, по словам персонала, руководитель заставляла своих поваров готовить для нее кальмаров Вера Шеллер, Дмитрий Оборок, телеканал «Атамикен Бизнес» Приговорят ли Алексея Навального к реальному сроку Об этом станет известно в 20.00 по московскому времени То есть в 23.00 по времени Нурсултана Суд рассматривает требования федеральной службы о замене условного наказания На 3,5 года лишения свободы Заседание идет в онлайн-режиме И, как сообщает телеграм-канал МАШ На суде присутствовали представители иностранных посольств Очевидцы отмечают, что у здания были припаркованы машины с дипломатическими номерами Они принадлежат США, Великобритании, Канаде, Польше, Дании и еще нескольким странам Между тем, у здания Московского городского суда задержаны как минимум 200 человек В их числе сторонники Навального и журналисты Сообщается также, что у всех, кто выходил на ближайшие станции метро, досматривали сумки Отмечу, весь судебный процесс проходил под усиленной охраной служащими Росгвардии и ОМОНа К этому часу все Смотрите наши новости также в социальных сетях Всем хорошего вечера Оставайтесь на канале Атомкин-Бизнес Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин